В том институте, как и во многих других, расположенных в большом городе, начинался новый день. Студенты приходили группами, разговаривая и смеясь, направляясь к главному входу. Среди молодежи выделялся один не своей внешностью или стилем одежды, а чем-то гораздо более простым и в то же время ошеломляющим, его ноги были обнажены. Алексей, 16-летний подросток, шел с поднятой головой и спокойным взглядом на лице. Отрицательные взгляды, которые он получал, не смущали его. Его одноклассники, привыкшие видеть его так с первого дня учебы, уже не удивлялись. Тем не менее, это не мешало им шептаться и смеяться за его спиной. «Ах, вот и бедняжка!» — шептали некоторые. Алексей, однако, казался равнодушным к злобным комментариям. С рюкзаком на плече и книгами подмышкой он направлялся в класс с той же решимостью, что и всегда. Для него ходить босиком не было выбором, обусловленным нуждой или отсутствием средств, а личным решением, отражающим его жизненную философию. С самого детства Алексей учился у своей матери ценности смирения и простоты. Она, женщина с большим сердцем и мудростью, учила его, что ценность человека не измеряется материальными благами, которыми он обладает, а благородством его духа и прочностью его принципов. Перед тем, как умереть, мать Алексея заставила его пообещать, что он никогда не забудет эти уроки и будет жить в соответствии с ними. И так он и сделал. Даже когда его отец, успешный мультимиллионер, предлагал ему все возможные роскоши и удобства, молодой человек предпочитал вести простую и подлинную жизнь. Ходить босиком в школу было его способом почтить память матери и оставаться верным себе, несмотря на критику и предубеждения других. Некоторые студенты указывали на него пальцем, в то время как другие отходили, как будто боялись заразиться его мнимой бедностью. Тем не менее, Алексей не давал себя запугать этими мелкими проявлениями. По мере того, как день продвигался вперед, Алексей посещал свои уроки с той же самой преданностью и энтузиазмом. Его учителя, изначально скептически настроенные к его необычному облику, в конечном итоге подтвердили его интеллект и приверженность к обучению. Он был блестящим студентом, выделявшимся своими выступлениями на уроках и способностью анализировать сложные темы. Тем не менее, не все в институте ценили качества Алексея. Группа популярных и богатых студентов, возглавляемая высокомерным молодым человеком по имени Михаил, решила сделать жизнь басанового мальчика невыносимой. Алексей, однако, не дал себя дразнить словесными атаками. Он знал, что истинная сила заключается в способности прощать и идти вперед. Тем не менее, насмешки и презрения Михаила и его группы не были единственным бременем, которое Алексей Несс. Многие другие студенты, под влиянием предрассудков и внешности, также смотрели на него с презрением и избегали общения с ним. Для них Алексей был чужаком, отшельником, который не вписывался в рамки того, что считалось нормальным и приемлемым. Возвращаясь домой каждый день, Алексей искал убежище в тепле своего дома и в безусловной любви своего отца. Его отец всегда поддерживал его и побуждал идти вперед. Сын, твоя мать была бы горда видеть тебя, молодого благородного и смелого человека. Слезы в глазах, Алексей обнимал своего отца и благодарил его за заботу и понимание. Он знал, что благодаря поддержке и урокам своей матери он сможет преодолеть любые трудности и идти вперед. Таким образом, день за днем Алексей продолжал посещать институт, выдерживая взгляды презрения и жестокие комментарии с восхитительным достоинством и стойкостью. Гуляя босиком по двору, Алексей наслаждался ощущением травы под ногами. Даже перед любопытными взглядами и злобными комментариями он оставался спокойным и сосредоточенным на своих мыслях. Однако в тот день судьба приготовила неожиданный поворот для Алексея, Михаил, лидер группы, которая его преследовала, собирался пересечь его путь. С ухмылкой на лице он подошел к Алексею, за ним следовали его прихвостни. Весь двор казался задерживающим дыхание, предвкушая столкновение, которое должно было произойти. «Посмотрите, что у нас тут есть», сказал Михаил, встав перед Алексеем с перекрещенными руками. «Сам бедный и босой мальчик». Алексей, привыкший к дразнениям Михаила, ограничился спокойным взглядом, не произнося ни слова. Его молчание, однако, только разжигало гнев и презрение его антагониста. «Что случилось, нищий? Крысы съели твой язык!» — настаивал Михаил, повышая голос, чтобы все во дворе могли его услышать. «А, подожди! Вероятно, у тебя нет денег, чтобы купить крыс, не так ли? Я уверен, что ты питаешься остатками, которые находишь в мусоре». Жестокие смехи приспешников Михаила разнеслись по воздуху, пока некоторые студенты присоединились к насмешкам, а другие смотрели на происходящее с дискомфортом и стыдом. Алексей, однако, оставался невозмутимым, не поддаваясь провокациям. Но Михаил не собирался так легко сдаваться. С злобным блеском в глазах он подошел еще ближе к Алексею и, сделав быстрое и беспощадное движение, ударил его по голени, заставив споткнуться. Алексей, ошарашенный внезапной физической атакой, потерял равновесие и упал на землю, поцарапав руки и колени. Мертвенная тишина охватила двор, пока все присутствующие задерживали дыхание, пораженные жестокостью Михаила. Посмотрите на него, бедняга даже не может встать на ноги. Он, конечно, привык ползать по земле, как настоящая мерзость. Алексей, слезами боли и унижения в глазах, медленно поднялся с земли, отряхивая грязь с рук и коленей. Некоторые студенты отводили взгляд, не в силах выдержать стыд и дискомфорт от такого акта жестокости. Однако вместо того, чтобы ответить гневом или обидой, Алексей сделал нечто, что оставило всех присутствующих без слов. С достоинством и удивительной сдержанностью он выпрямился, посмотрел Михаилу прямо в глаза и с мягким, но твердым голосом произнес слова, которые запомнились всем. «Можете бить меня, оскорблять и унижать, сколько угодно, Михаил. Но это не изменит того, кто я есть и моей ценности. Моя ценность не во внешности, а в моем сердце и поступках. Надеюсь, что когда-нибудь вы сможете это понять и найти мир и счастье, которые заслуживаете». С этими словами Алексей повернулся и, подняв голову, ушел с двора, оставив за собой ошарашенную тишину и растерянного и разъяренного Михаила. С того момента что-то начало меняться в школе. Хотя насмешки и презрения к Алексею не исчезли полностью, многие студенты стали видеть его другими глазами. Каждый день с решимостью и энтузиазмом он продолжал посещать школу, стремясь учиться и развиваться как личность. Его интеллект и преданность выделяли его на уроках. Тем не менее, несмотря на эти маленькие победы, Алексей все еще сталкивался с одиночеством и изоляцией. Многие одноклассники, опасаясь быть связанными с бедным мальчиком, избегали приближения к нему или установлению дружеских отношений. Однако Алексей не давал себе унывать. Он знал, что настоящая дружба не основана на внешности или имуществе, а на искренней связи душ. Таким образом, он продолжал свой путь, сосредоточившись на учебе и личном росте. После инцидента на школьном дворе жизнь казалась возвращающейся к обычной рутине. Ученики возобновили уроки, разговоры и повседневные занятия, как если бы ничего не произошло. Тем не менее, для Алексея последствия того дня были глубокими и долгосрочными. Его сила и способность прощать не защитили его от тяжести одиночества и отчуждения. Теперь, больше чем когда-либо, стало ясно, что его решение ходить босиком в школу превратило его в изгоя, непонятого и отвергнутого большинством одноклассников. Безразличие, с которым он сталкивался, было еще более разрушительным, чем обычные насмешки и презрения. Казалось, что его присутствие стало невидимым, словно его существование не имело значения. Ученики проходили мимо него, не глядя, не произнося ни слова, ни жеста признания. Алексей казался призраком, тенью, бродящей по коридорам школы, не оставляя следов. Для Алексея выпускной означал нечто большее, чем просто ритуал перехода. Это было завершением его личного пути, свидетельством его силы и решимости перед трудностями. Институт, обычно место рутины и однообразия, преобразился к этому случаю. Коридоры и аудитории были украшены цветами школы, а воздух пронизывала праздничная и волнующая атмосфера. Друзья, родственники и преподаватели приходили, наполняя помещение улыбками, объятиями и словами поздравления. И там был Алексей, как всегда, босиком, своей академической мантией и выпускной шапки. Рядом с ним, безупречный, его отец с гордостью сопровождал его, держа его за руку и смотря на него смешанным чувством нежности и восхищения. Для него Алексей был не только сыном, но и учителем, живым примером ценностей и принципов, которые он сам старался придерживаться. Когда они вошли в аудиторию, Алексей и его отец сели рядом с другими выпускниками и их семьями. Воздух был насыщен нервозностью и ожиданием. Церемония началась с слов директора, который поздравил выпускников с их преданностью и усилиями. Затем один за другим студенты были приглашены на сцену, чтобы получить свои дипломы среди аплодисментов и возгласов их близких. Когда настал черед Алексея, он подошел к кафедре с изяществом и достоинством, которые впечатлили всех присутствующих. Получив свой диплом, он увидел в глазах своих преподавателей блеск уважения и восхищения, молчаливое признание его ценности как человека и студента. Но самый ожидаемый момент церемонии еще предстоял. Традиционно выдающемуся студенту предоставлялась честь обратиться к своим коллегам с речью, которая стремилась передать дух и значение этой вехи в их жизни. В тот год, к удивлению многих, выбор пал на Алексея. Когда его имя было объявлено, аудитория замерла в ожидании. Все глаза обратились к молодому парню, идущему к трибуне, с невероятным спокойствием и уверенностью. Алексей приблизился к микрофону, осознавая важность этого момента. Глубоко вздохнув, он начал говорить четким и твердым голосом, который разносился по всему залу. «Дорогие товарищи, учителя, родные и друзья, сегодня – день праздника и размышлений. Сегодня, переступая этот порог, мы не только оставляем позади этап нашей жизни, но и встречаем будущее, полное возможностей и вызовов». Алексей сделал паузу, позволяя своим словам проникнуть в сердце присутствующих. Затем, с взглядом, полным сострадания и мудрости, он продолжил. «За эти годы мы узнали многое. Мы изучали математику, науку, историю и литературу, но помимо академических знаний мы получили бесценные уроки о самой жизни. Мы узнали, что настоящее богатство не в материальных вещах, а в благородстве духа и щедрости сердца. Мы поняли, что разнообразие – не угроза, а возможность для роста и расширения наших горизонтов. И, прежде всего, мы усвоили, что каждый из нас, независимо от обстоятельств или внешности, обладает внутренней ценностью и неприкосновенным достоинством». Слова Алексея, произнесенные с трогательной искренностью и убежденностью, задели самые глубокие струны присутствующих. Многие, даже те, кто когда-то презирал его или игнорировал, не могли удержать комок в горле и невыразимую эмоцию в груди. Сегодня, оставляя позади этот этап нашей жизни, мы несем с собой эти уроки. Мы берем на себя ответственность быть агентами перемен, строить более справедливый, сострадательный и человечный мир, где достоинство каждого человека признается и ценится, независимо от социального статуса, внешности или происхождения. Мир, в котором эмпатия, уважение и любовь станут руководящими принципами наших действий и отношений. На этом этапе эмоции в голосе Алексея были осязаемыми. Его глаза сверкали сдерживаемыми слезами, когда он смотрел на своего отца, который смотрел на него с бесконечной гордостью и нежностью. Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить моего отца, мою главную поддержку и лучшего друга. Спасибо за вашу безусловную любовь, за вашу мудрость и за ваш пример честности и щедрости. Спасибо за то, что вы научили меня, что истинное благородство заключается в служении другим и верности нашим принципам. Без вас я не был бы тем человеком, который я есть сегодня. Слезы теперь свободно текли по щекам Алексея и многих из присутствующих. Обстановка в аудитории была насыщена глубокой эмоцией и связью, как будто на мгновение все барьеры и различия исчезли, оставив только общую сущность человечества. Друзья, покидая сегодня это помещение, мы несем с собой ответственность и привилегию изменить мир. Мы несем задачу быть светом во тьме, быть любовью среди ненависти, быть состраданием в море равнодушия. Пусть наши жизни будут свидетельством силы, преобразующей силы эмпатии, уважения и любви. С этими словами Алексей завершил свою речь в тишине, насыщенной эмоциями и размышлениями. Затем, как будто заклинание было разрушено, аудитория взорвалась громкими аплодисментами, спонтанным данью мудрости и благородству этого необыкновенного молодого человека. Алексей, взволнованный ответом своих коллег и преподавателей, спустился со сцены слезами на глазах и улыбкой на губах. Подойдя к своему отцу, они объяли друг друга глубоко и трогательно, жест, который упечатлил любовь и сговор между ними. Итак, среди шума и эмоций выпускного, Алексей добился чего-то большего, чем диплом. Он коснулся сердец и умов тех, кто находился рядом, посеяв семечко перемен и надежды в мире, слишком привыкшим к поверхностности и равнодушию. После волнующей церемонии выпуска, Алексей и его отец направились к парковке института, погруженные в сговорчивое и размышляющее молчание. Проходя, Алексей не мог не заметить взгляды и шепот людей вокруг. Но, в отличие от других случаев, эти жесты не были пренебрежительными или равнодушными, а полными любопытства, восхищения и даже уважения. Казалось, что впервые его однокурсники и преподаватели видели за внешностью, признавая глубину и благородство, живущее в сердце этого обнаженного молодого человека. Однако то, чего не знали Алексей и остальные, заключалось в том, что этот день еще приготовил им большой сюрприз, неожиданный поворот, который потряс основы всего, во что они верили о этом необыкновенном студенте. Когда Алексей и его отец подошли к парковке института, перед ними остановился роскошный, сверкающий и величественный автомобиль. Это была машина, какой они никогда не видели среди всех присутствующих. Толпа, привлеченная этим загадочным транспортом, начала собираться вокруг, шептаться и спекулировать о том, кто может быть таинственным владельцем. Некоторые достали свои мобильные телефоны, с нетерпением желая запечатлеть этот момент и поделиться им в социальных сетях, другие просто наблюдали смешанным чувством восхищения и зависти, задаваясь вопросом, какой человек может себе позволить такую роскошь. Но ничто не могло их подготовить к тому, что произошло дальше. И там, перед изумленными глазами всех, водитель автомобиля приблизился к Алексею, уважительно наклонился и пригласил его войти. Могилая тишина охватила сцену. Все присутствующие, включая учителей и директора, смотрели с открытыми ртами, не в силах поверить в то, что они видят. Как это было возможно, что Алексей, босой мальчик, отвергаемый и презираемый всеми, на самом деле был миллионером. Алексей, далекий от того, чтобы хвастаться в этот момент откровения, подошел к своему отцу с умиротворенной улыбкой и блеском сговорчивости в глазах. Оба они осознавали, какое воздействие эта сцена окажет на школьное сообщество, и объяли друг друга теплым и искренним обниманием, символом любви и связи, превосходящей материальные богатства. Затем, к удивлению всех, Алексей обратился к толпе с четким и твердым голосом и начал говорить. Друзья, коллеги, учителя, я знаю, что эта сцена может показаться многим из вас смущающей или даже шокирующей. Я знаю, что в течение многих лет вы видели меня как бедного мальчика, отвергаемого, различного, и, возможно, неосознанно проецировали на меня свои собственные предубеждения и страхи. Он сделал паузу, позволяя своим словам проникнуть в сердце присутствующих. Но сегодня я хочу, чтобы вы знали, что мое решение ходить босиком, жить просто и скромно, не было следствием обстоятельств, а сознательным и обдуманным выбором, основанным на ценностях и принципах, которые моя любимая мать внушила мне, и которые мой отец безоговорочно поддерживал и уважал. Глаза Алексея наполнились слезами, когда он упомянул свою мать, но его голос не дрогнул. Моя мать научила меня, что истинное богатство не заключается в материальных владениях, а в благородстве духа и щедрости сердца. Она научила меня, что каждый человек, независимо от своего состояния или внешности, имеет внутреннюю ценность и неприкосновенное достоинство. И она научила меня, что настоящее счастье и полнота жизни находится в служении другим и верности нашим принципам. Шепот прошел по толпе, когда слова Алексея задели самые глубины их душ. Сегодня, раскрывая этот аспект моей жизни, я не стремлюсь вас впечатлить или завоевать ваше одобрение. Напротив, я приглашаю вас задуматься о уроках, которые все мы можем извлечь из этого опыта. Уроки о важности смотреть за пределы внешности, развивать эмпатию и сострадание, а также ценить разнообразие и подлинность во всех их проявлениях. На этом моменте отец Алексея подошел к своему сыну и, с бесконечной любовью и уважением, положил руку на его плечо. «Я горжусь тобой, сынок», с эмоциональным голосом сказал он, «горжусь твоей силой, твоей честностью и мудростью. Ты продемонстрировал своим примером и словами, что истинное благородство не наследуется, а вырабатывается каждый день через наши действия и решения. Ты был для меня и для всех вокруг постоянным вдохновением и учителем». Отец и сын снова обнялись, а толпа, до слез взволнованная, взорвалась искренним и спонтанным аплодисментом. Это был аплодисмент, который праздновал не богатство или статус, а человечность, подлинность и благородство духа, воплощенные в Алексея и его семье. Итак, в этот момент откровения и эмоций, что-то начало меняться в институте и в обществе в целом. Барьеры и предубеждения, которые когда-то разделяли людей, начали таять, уступая место чувству единства, эмпатии и взаимного уважения. История Алексея, начавшаяся как рассказ о маргинализации и презрении, превратилась в мощное свидетельство способности человека расти, учиться и меняться. После открытия на парковке института жизни Алексея и его отца взяла неожиданный оборот. Новость о настоящей личности басанового мальчика быстро разлетелась по городу, вызвав бурю медийного внимания. За одну ночь Алексей стал публичной фигурой, символом скромности, мудрости и благородства, вдохновляющим людей всех возрастов и социальных слоев. Но для Алексея это внимание было всего лишь отвлечением. Его настоящий интерес оставался прежним – учиться, расти и служить другим. Так что, после многих разговоров и размышлений с отцом, он принял решение, которое вновь удивило всех. На пресс-конференции, созванной его отцом, Алексей объявил, что отказывается от своей части семейного наследства, чтобы создать фонд, посвященный развитию образования, инклюзии и общественному развитию. Фонд, названный в честь его ушедшей матери, должен был предоставлять возможности менее обеспеченным, продолжая ценности щедрости, сострадания и служения другим, которые она ему внушила. Таким образом, Алексей не только изменил свою собственную жизнь, но и начал изменять мир вокруг себя, сия семена надежды и перемен для будущих поколений. Новость вызвала немедленное и глубокое впечатление. Многие восхитились щедростью и видением Алексея, увидев в его поступке вдохновляющий пример социальной ответственности и гражданской обязанности. Другие, однако, подвергли его решение сомнению, утверждая, что он упускает уникальную возможность обеспечить свое будущее и наслаждаться привилегиями своего положения. Но Алексей, оставаясь верным своим принципам, не дал себя запугать критикой или сомнениями. С помощью отца и группы преданных соратников он отдался этому проекту всей душой и телом. Он посещал уязвимые общины, встречался с местными лидерами и внимательно слушал потребности и стремления людей, которым он стремился помогать. Постепенно фонд начал принимать форму. Были созданы программы стипендий для студентов с низким доходом, открыты общественные центры, предлагающие бесплатные курсы и мероприятия, и запущены инициативы по поощрению диалога и соседства между разными социальными группами. Своим харизмой и преданностью Алексей стал уважаемым и любимым лидером для всех тех, кого он касался своей работой. Но его влияние не ограничивалось его родным городом. История Алексея и его фонда начала звучать по всей стране и за ее пределами. Его послание и сострадание, достоинство и социальной справедливости вдохновило новое поколение молодых людей, которые, как и он, мечтали о более справедливом и человечном мире. Многие последовали его примеру, создав свои собственные проекты и движения для создания положительных изменений в своих общинах. Со временем Алексей стал международным авторитетом в вопросах образования и социального развития. Его приглашали выступать с лекциями в престижных университетах, советовать правительство и организации, а также участвовать в форумах и дебатах по наиболее актуальным вызовам своего времени. Всегда с характерной скромностью и подлинностью он делился своим видением и опытом, вдохновляя других присоединиться к его делу. Его отец, который был его безусловной поддержкой на протяжении всего этого процесса, не мог быть более гордым. Он видел в своем сыне воплощение ценностей, которые он сам пытался выращивать на протяжении всей своей жизни, честности, щедрости и близости к ближнему. Вместе отец и сын стали неразлучной командой, неустанно трудясь, чтобы построить лучший и более справедливый мир. Итак, то, что началось как история о маргинализированном и презираемом мальчике, превратилось в историю глобального движения за достоинство, равенство и солидарность. Алексей своим примером и наследием показал, что истинное богатство не заключается в материальных владениях, а в способности касаться и изменять жизни. Он продемонстрировал, что каждый из нас, независимо от наших обстоятельств, имеет силу внести разницу и оставить положительный след в мире. Если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк, поделиться видео с друзьями и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие волнующие рассказы. И не забудьте следовать за нами. До следующей истории.